Правила стоянки нужно соблюдать даже на воде. Пляжи Лазаревского района стали объектом проверки, а именно технические зоны для катамаранов, катеров и гидроциклов. В разгар сезона отдыхающих на пляжах много, а немалые услуг, которые им настойчиво предлагают. Это и поездка на банане, и прогулка на катере, и виражи на скутере. Однако все это должно быть безопасно для купающихся. По итогам прошлых лет известны случаи смертельного травмирования ныряльщиков. Поэтому техника должна быть изолирована от зоны для купания специальной маркировкой, и выезжать из этой зоны на глубину можно только на малом ходу. Ежедневно все пляжи патрулируют сотрудники мэрии и госинспекции по маломерным судам. Если выявляют нарушения, то привлекают полицейских. Те составляют на владельцев катеров и гидроциклов протоколы. Они заплатят штраф, и впоследствии, как правило, это один месяц или два месяца по срокам, им эта техника будет возвращена. То есть в конце уже курортного сезона, таким образом происходит борьба с незаконными техническими зонами. У нас уже есть перечень основных нарушителей. Мы этот перечень направили официально в УВД, в прокуратуру города Сочи. Теперь ежедневно будем заниматься тем, что будем пресекать эти правонарушения. К слову, штраф, который грозит нарушителям, немаленький – до 100 тысяч рублей. Вообще же, по правилам управлять катером или гидроциклом должен только человек, имеющий права на маломерные суда. Катание отдыхающих без инструктора категорически запрещено.